Бог нам дал разум, человеку дал разум, надо им обязательно руководствоваться. Если живешь только по разуму, то жизнь становится как бы схематичной и блеклой, поэтому обязательно чувства, прекрасные чувства, их надо прямо наслаждаться ими, культивировать. Но чувства есть, которые приводят человека к сложным вещам, есть трагедии, печаль, скорбь. Это тоже надо учиться переживать, достойно переживать. В общем, культура чувствования, она была прекрасно развита в 18 веке, вот этот век сентиментализма. С тех пор мы от нее удаляемся, удаляемся в сторону рационализма. Это не совсем правильно. Мне кажется, вот уметь плакать, это тоже очень важно. Уметь смеяться, уметь скорбеть, уметь любить. Но, к сожалению, вот эти сферы как-то сейчас общество не развивает. Наоборот, от нас требуют сдержанности. Человек должен быть в рамках, и он тогда признанный член общества. Если он выходит за рамки в гневе, в ярости, то его начинают искусственно в эти рамки вводить. Вот, а чувствовать надо уметь, надо уметь давать выход этим чувствам. Если человек думает о своей душе, если у него есть совесть, в принципе, он понимает, что не только материален этот мир, но в мире есть очень большая духовная составляющая, и нужно вписываться, гармонично вписываться в духовную среду этого мира. Совесть, именно она нам подсказывает, как делать правильно, как делать неправильно, для того, чтобы жить в ладу с собой, в ладу с миром и в ладу с окружающими людьми. Вот, это все очень-очень тонкие вещи, которым, мне кажется, родители должны тоже нацеливать на это, приучать детей, потому что в школе этого нет, таких предметов, таких бесед в школе не ведется. Тем более и телевидение не способствует каким-то таким вещам самоуглублению, голосу совести, поискам своего смысла как человека. Это человек может только в семье найти некоторые ориентиры в этой области. У меня есть одно прекрасное правило, которое не я сформулировала, а мои подруги, глядя на меня, а ты как Скарлетт О'Хара, подумаю об этом завтра. То есть все неприятности, о них думаешь в последнюю очередь. Надо думать о нужном, о важном, о перспективном, о будущем. А когда ты занят чем-то важным, нет времени думать о неприятностях. Не хочется, это просто отнимает время, отнимает силы. В общем, я пытаюсь об этом вообще как можно скорее забыть, и дальше живешь. Это мой принцип. Если люди концентрируются на неприятностях, то им потом надо из этого состояния выходить, преодолевать. Мне кажется, не надо вообще позволять неприятностям укореняться в своей жизни. Ну, случилось и случилось. Дальше будет лучше. Одиночество – это не моя тема. Я человек не одинокий и не буду одинокий. У меня очень много друзей и близких людей. Одиночество я не люблю. Одиночество я избегаю. Но бывают ситуации, когда одиночество полезно. Например, творческое одиночество человека, пишущего, думающего, ученого, поэта, композитора. Им нужно одиночество для того, чтобы углубиться в свою работу, чтобы вышел творческий результат. Но после этого все равно им нужна публика, чтобы произведение услышали, кинорежиссеру нужна публика, чтобы увидели фильм и так далее. Ученому нужно, чтобы его труд был признан. То есть одиночество такое творческое – это временный момент, после которого обязательно должно быть общение с людьми и нахождение взаимопонимания. А в целом одиночество для человека нетипично. Ведь люди – общественные животные, как сказал Аристотель. И мы всегда живем в коллективе, в семье, в городе, в деревне, в стойбище. Но всегда какая-то есть хотя бы бригада рыбаков, но это тоже коллектив. А одиноко жили отшельники. И это было, ну, как бы, исключение, которое подтверждало правило. Одинок человек за что-то, он свои грехи замаливает в одиночестве, он себя наказывает одиночеством. Это большое испытание. Поэтому не нужно к одиночеству стремиться. Мне кажется, наоборот, надо стремиться к людям. От них всегда можно что-то хорошее узнать, чему-то научиться. А если ребенок просто ошибается, оступается, ну, что же, как бы, он растет, понимаете? Если он не оступается, он не мучится. Говорят же, не ошибается тот, кто ничего не делает. А если ребенок растет, конечно, он ошибается. Ну, точно не надо от него отворачиваться за это. Скорее всего, как-то побеседовать, привести примеры из жизни, какие-нибудь юмористические, какие-нибудь трагические, для того, чтобы он понимал, что он не один, это не только с ним случилось, но, может быть, еще и раньше были люди, или примеры из литературы, он должен понимать, что он живет жизнь, и жизнь состоит из проб, ошибок, возвращений опять на какой-то путь. Он просто живет. Ни в коем случае нельзя отворачиваться от ребенка. Надо помочь. Простить, конечно, простить, всегда простить, дать второй шанс, дать третий, дать десятый шанс, для того, чтобы ребенок понимал, что он кому-то нужен. И тогда он, возможно, все-таки постарается сохраниться, и быть нужным, быть любимым, если он чувствует ценность своих близких людей. В поход ходить, дачу купить, ну, что-нибудь, огород копать, цветочки сажать. Для женщин все очень просто. Скопал грядочку, посадил там какие-нибудь помидорчики, огурчики, картошечку, и дальше начинаю сорнячки вытаскивать, поливать, цветочки, розочки. Это такая прелесть. Женщину это очень облагораживает и прекрасное занятие. Мужчинам, не знаю, у них, наверное, рыбалка, охота. Вот это должно быть. Вообще, общение с землей, вот именно держать землю в руках, ухаживать за растениями, это очень важно, очень большое благо. Вот здесь у северян, у многих есть цветки, домашние вот такие, оранжереи. Мужу каждое утро хохочет, когда я несу свои цветочки на балкончик, сейчас тепло, их надо прогулять, они прям приходят и смотрят, как я их там расставляю, поливаю. В общем, это домашний цирк такой. Они считают, что я забавляюсь. Мне это так приятно, они как детки, их надо вывести, вот на солнышке погреть, вечером будет холодно, их надо занести. Ну, как-то в этом большая прелесть. Потому что у нас нет дачи, к сожалению. А вот в Красноярске, где можно действительно в земле копаться, я бы только это и делала с утра до вечера. Это очень интересно. Знаете, когда говорят, надо любить родину, это неправильно. Ничего нельзя любить, когда надо. Ты или любишь, или не любишь. И нельзя любить за что-то. Ты любишь, когда тебе нравится, когда тебе комфортно, когда ты гордишься, когда ты восторгаешься, тогда ты любишь. А когда говорят, надо любить, вот тогда уже ребенок думает, а что значит можно и не любить, если надо, заставляют. Понимаете, российская культура настолько богата, что не любить ее нельзя. Как можно или не любить Пушкина, или Остафьева, и как можно не любить Енисей, не любить Сибирь с ее бескрайними просторами. Это восторг полный. И мы рождаемся здесь, и мы любим эту землю. Это заложено уже внутри, что мы любим. А почему человек не любит? Ну, наверное, что-то у него в жизни пошло не так. И это уже проблема, почему человек не любит свою родину. Может, воспитывали не так, может, какие-то несчастья случились. А так мы живем в таком благодатном месте. Мы действительно, мне кажется, любим.